В Ненецком округе стартовала неделя предпринимательства. Сегодня в Центре арктического туризма прошла стратегическая сессия создания туркластеров НАУ. На нем с лучшими практиками выступили бренд-стратег компании Point, разработчик туристического бренда Архангельской области и создатель гастрономической карты Московской и Мурманской областей Наталья Рыбальченко. О том, как найти для туристов изюминку и создать региону неповторимый имидж, узнала Любовь Пермякова. Бренд Архангельской области разработан был нашей компанией. Это ваши соседи. Ракеты, которые взмывают в космос и Северопринск, это подводные лодки. То есть сверх такая доминанта техническая, есть природная доминанта. Это самая северная точка, самый большой архипелаг, самая большая территория. Затем это архитектура. Это у нас получается такая сверхархитектура, то есть изначальная архитектура деревянная, которая больше всего сохранилась именно в Архангельской области. Руководитель компании «Поинт.Развитие» Наталья Рыбальченко рассказывает местным предпринимателям о том, как создавалось лицо Архангельской области. Теперь наши соседи стали примером для подражания для многих регионов. Технический прогресс архангелогородцев, природные красоты и архитектура легли в основу айдентики, то есть фирменного стиля. А на логотип области села птица счастья, в которой разработчики предлагают разглядеть и деревянную церковь, и ракету, стартующую из космодрома Плесецк, и мельницу из Малых Карел. Пернатая уже активно летает по всей территории. Это работает в аэропорту, вы можете увидеть уже нашу работу, которая там есть, и показывает всем людям, которые прилетают, уже информацию о регионе с этой точки зрения. Это работает в разных основных гостиницах, информационный центр, сайт. Затем сейчас было 80-летие Архангельской области, тоже стало основой для этой выставки экспозиции, которая прошла в центре города Архангельска. Затем арктический форум, который был, он тоже вот в этой всей стилистике, в этих смыслах. Россия в вопросе брендирования новичок с 18-летним стажем. На Западе стаж его насчитывает более 40 лет. Кстати, первым городом, создавшим свой бренд, был Нью-Йорк, который озаботился этой проблемой еще в далеком 1977 году. Результат впечатляет. При общих затратах в 150 миллионов долларов брендирование принесло городу рост числа туристов в 110 раз и увеличение финансовых поступлений от них в 70. Но просто создание бренда считают специалисты малым. Ведь картинка в виде логотипа не более, чем вишенка на торте. Поэтому необходимо создать успешную кооперацию из бизнесменов, властей и местных жителей. Для этого организаторы семинара «Центр развития бизнеса НАУ» пригласили поделиться опытом руководителей центров кластерного развития из Удмуртской республики и Кемеровской области. Цель объединиться для решения каких-то своих насущных проблем, насущных задач, например, для снижения себестоимости своего продукта. И вот эти узкие места, которые возникают у каждого предпринимателя в силу своей профессиональной деятельности, совместными усилиями решать, просто чтобы было легче жить вместе. Есть такая поговорка «один в поле, не воин». У нас, собственно говоря, пример один. Это основная у нас тема. Технический кластер развивается на территории небольшого города Саракул. Это «Стотысячник». Для Центральной России это небольшая зона. Собственно, от этого пошло развитие города в целом. То есть у нас тоже в кластере было сначала 7 компаний, сейчас там 46. А если сначала было теплоходное туризм, то есть в 2014 году было 8 теплоходов, в 2017 – 100. Кроме теории в меню бизнес-семинара и практические задания, участникам предстоит составить туристическую карту кластера и создать продукт. Тур выходного дня, недельный тур охоты, рыбалка и экстремальное путешествие. Любовь Пермякова, Ленис Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова